О, чит, очередной день лета, снова отдыхать, как же я устал, а еще кучу гигов за шаги получить... О, что? Носок? Я тебя так долго искал... А, что за... Когда ты уже начнешь работать? Р-р-р-работать? Я говорю про ютуб, я уже заждался топ-шутеров! Что? Шутеров? Это что? Милли, послышалось или кто-то не знает, что такое шутеры? О, сейчас я покажу, что такое шутеры! Да не-не, постой, он реально не знает, что такое шутеры! О, вот что такое шутеры, братан! Ч-ч-ч-ч, теперь ты понял? Чувак, твою мать, я все сделаю! Да, это было проще, чем я думал! Что происходит? Всем привет, я Нел, музыку на фоне вы видите на экране, топовые комменты вы увидите в конце видео! А, и да, это топ-шутеров! Ч-ч-ч! Том Клэнси с Just Recon Future Soldier! Ребят, игры в топе стоят от самой требовательной к самой лайтовой! Так что эта игра запустится на слабых ПК на самых минимальных настройках! Но последняя может пойти даже на камушки! Тут мы будем играть за члена... Отряда Призраков, ну или же Госта! Если вы из Англии! Это супер-крутые чуваки, которые раньше были просто подразделением спецназа, но теперь это идеальный инструмент, способный изменить судьбу человечества! Да, именно так, пацан, именно так. К вашему распоряжению будет самое новейшее оборудование, а также целая команда почти таких же крутых, как вы, солдат. Ну, не таких крутых, как я, правда. Кстати, в одном моменте игры мы даже побудем где-то на севере, где будем мочить наших русскоговорячих бро. На станции Полярный. Классное название, почему я так канал не назвал? Миссии вас ждут самые разные, начиная от стелс-миссии до атаки противника лоб в лоб. Что не даст вам заскучать и подпереть голову левой рукой. Да-да, я знаю, в какой позе ты сейчас сидишь. Сизанс Биттингс. Это какой-то нереально быстрый дикий шутер в офисных помещениях. Сюжета тут нет, ибо мало кто сможет объяснить, зачем вам убивать кучу офисных работников, ведь они всего лишь работают. Да еще и в новогодних костюмах. У них там праздник, а вы, блин, мешаете. Хм, а возможно, это офисанты, работники это эльфы, а вы Дед Мороз. Оу, я придумал сюжет, мам. Патронов в игре ограниченное количество, поэтому вам всегда стоит попадать в цель. Вдобавок вы убиваете всех с одного выстрела. Но это нормально, учитывая, что противники выбегают на вас со скоростью света. Да, геймплей, что вы видите на экране, ни капельки не ускоренный. В общем, графон классный, экшена достаточно и требования довольно низкие. Так что ссылка на игру есть в описании. Представляете, как круто было бы, если бы в шутерах можно было собирать свои тачки и разъезжать... Но такая игра уже есть! Че? Мэд Макс? А ну да, но она старая и вдобавок на слабый ПК не идет. О, да? Ну, тогда красаут. Это та игра, где... Эээ, стой, 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 ты забыл, ты не умеешь рассказывать. Ладно, ладно, ноу проблемас. Это тот самый экшен, где ты бородишь просторы пустоши на самодельных тачках, которые могут быть обвешаны как пулеметами с дробовиками, так и со зручаткой. Ну, или же вообще лазерными пушками. Все под ваш уникальный стиль боя. Режимов в игре и так куча, но разработчики так не считают, и недавно добавили еще один, где нужно захватывать базы и удерживать их от нападок рейдеров. Но если вам неохота играть против легких рейдеров, то можете собрать пати друзей и пойти против огромных боссов. Там тоже весело. В бою ты будешь получать различные ресурсы и детали, которые в дальнейшем можешь продать на внутриигровом рынке, ну или же нацепить на свою тачку, чтобы быть во все оружии. Качай красаут бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы, которые помогут в развитии в игре. Immortal Redneck это довольно красочный и красивый шутер с элементами RPG, то есть ты сможешь себя еще и прокачивать. Кого себя? За кого играть-то надо? Играть мы будем за чувака, который проснулся, во-первых, в мире древнего Египта, но это еще ладно. Во-вторых, он проснулся мумией. Ну, зато туалетная бумага всегда под рукой. Да, енот, красава, хорош, молодец, ура. По ходу игры ты все-таки сможешь ответить на некоторые вопросы, но главный акцент тут снова на геймплее. Каждый раз вас ждут рандомно сгенерированные локации с мобами и боссами. Ну а если вы умрете, то все начнете сначала и карта заново будет рандомно генерироваться. Так что будьте аккуратны. Battle Los Angeles это игра, основанная на фильме, а фильм был очень крутой. Для любителей экшена, ибо сюжет там не особо замысловатый, но перестрелки там реально крутые. И примерно то же самое нас ждет и в игре. По сюжету на землю нападают пришельцы, и одной из самых горячих точек становится Лос-Анто... Ой, блин, а было бы круто. Нет, становится Лос-Анджелес. От леса солдата ваша задача будет прорвать оборону тупых гуманоидов и спасти жителей города. Bunker Punks это смесь 2D стратегий и шутер от первого лица. С одной стороны вы будете бегать по локациям снаружи и сражаться с роботами, защищать свой бункер и добывать ресурсы. А с другой стороны вы будете отстраивать этот самый бункер, где живут ваши бро, которых и нужно защищать. Игра очень экшеновая и весьма необычная, ведь мало где встретишь смесь стратегий с видом сбоку и шутер от первого лица. В общем, ссылка на игру есть в описании. Ready. Это шутер. Разве это шутер? Вот это шутер. Ага, а ты требования видел? Ready. Это прекрасный шутер в духе Хатлайн Майами, но правда противники тут чутка странные. Эммм, смотрите. Ну давай, ублюдок, вылези из шкафа и я сразу прострелю тебе башку. Ну давай, что ж ты не вылазишь, я знаю, что ты там вылази, Джонни. Но если они вас увидят, то будет плохо. Они будут стрелять незамедлительно и делать они это будут крайне метко. Вдобавок, в игре разрушаемое окружение, что позволит вам навести полный детстрой. Iron Maiden. Это новая игрушка от создателей таких шедевров, как Duke Nukem 3D и Shadow Warrior. Здесь мега-говно графика, как вы можете заметить, если вы не слепой. Охуенный граффор. Да и сюжета тут особо нет. Ваша цель бегать по карте и делать фарш из противников. Плюсом игры является ее вес, менее 100 мегабайт. Так что если у вас очень слабый ПК и мало места на диске, то этот шутер вам прекрасно подойдет. Спорим, что твой ПК подтянет кнопку лайка. Я уверен, что да, я в него верю. Особенно если тебе понравилось видео. Ну и конечно же, конечно же, после фразы на этом все, вы увидите топовые комменты. Поэтому, поэтому что? Правильно. На этом все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok